Кимберлит и трубки «Удачная» могут поглощать углекислый газ до 80 килограммов на тонну перерабатываемого сырья. Это почти в четыре раза больше средних ежегодных выбросов СО2 от алмаза, добывающего производства. Такие исследования в 2021 году провели сотрудники Центра инноваций и технологий вместе с НИГП и экспертами Института общей и неорганической химии. Автор идеи Алексей Масанов ведёт проект поглощения коренной алмазоносной породой углекислого газа второй год, как пришёл Волроса. С коллегами он доказал, Кимберлит естественным образом захватывает и запечатывает углекислый газ. А значит, у хвостохранилищ помимо накопления отработанной руды есть и дополнительная функция – быть полигоном для поглощения СО2. За счёт реализации климатического проекта, основанного на этих явлениях, можно получать углеродные единицы, для которых будет в дальнейшем создан целый рынок. Сейчас уже, в принципе, этот рынок формируется, уже есть отдельные сделки по продаже углеродных единиц. В рамках новой концепции мировой, от которой так или иначе мы не идём, это всё будет обращено в некие такие экологические преимущества перед другими компаниями. Так уже можно говорить, что продукция, мы, вопрога не мере, защищаем эту идею о том, что продукция компании, а именно алмазы, бриллианты, являются углеводной нейтральными. Углекислый газ для человека не опасен, но его быстрое накопление в атмосфере приводит к стремительному изменению климата, повышению среднегодовой температуры воздуха, засухи, наводнению и другому. Всё это негативно скажется и на Якутии из-за её уникальных природных условий и многолетнемёрзлых пород. Повышается опасность разрушения зданий, сокращение периода навигации и доставки грузов. Также это влияет на безопасность людей и производственную деятельность Алроса. Для компании вот этот проект как раз по поглощению кембриды может стать одним из первых климатических проектов, которые мы можем обосновать и в Российской Федерации, и потом уже в дальнейшем показать уже на международной арене. В принципе, это будет одним из прорывов, потому что климатических проектов по всей России достаточно мало. И в целом, тема магматика поглощения кембриды как раз поможет нам снизить наше антропогенное воздействие и показать то, что мы на самом деле поглощаем больше парникового газа, чем выбрасываем. В сентябре Алроса и МГУ имени Ломоносова завершили промежуточные исследования. Результаты показали, алмазодобывающая компания потребляет СО2 в полтора раза больше, чем выбрасывает. Как заявил гендиректор Павел Маринычев на саммите «Россия-Африка» в июле, аналогичные исследования проведут и на месторождениях в африканских странах.